Где я ее поставил? Не помню. Здесь помню, здесь не помню. О! Мужик! А, мужик? Слушай, я тебя предупредил. У тебя максимум неделя. Максимум неделя, чтобы тебя на моей лужайке не было, понял? Здесь сад красивый будет. Здесь блинчики все будет. Ты здесь в труселях своих нафиг не нужен. Да-да-да, я тебя услышал. Не помню, куда я ее поставил, а? Ёлы-палы. О! Нашел! Ну, наконец-таки. Тюрель. Зачем она нужна? И как ее крафтить? Поехали, разберемся. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем. Это последний день на земле. Мы с тобой поговорим о турелях. Зачем они нужны? Как их крафтить? И где брать ресурсы? И все-все-все подробно. Начнем с главного. Зачем? Они, типа, защищают твою базу. Ха-ха! Почему типа? Оборона, значит, в четыре линии, да? Вот такая вот. И тебя никакие боты не зарейдят. На данный момент, когда я снимаю для тебя это видео, никаких рейдов онлайн нету. Только боты нас рейдят. Рейдеры. Короче, они ни о чем. Турель это просто вот трата твоего бензина. Как происходит ее апгрейд? Давай сразу ее прогрейдим. Вот так вот, да? Улучшить до уровня 3. То есть она была второго левла. Завершить. Встала и упала. Почему? Потому что ей нужен бензин гребаный. Если ее, значит, сломают, ее надо вот такими вот запчастями турелей чинить. Где их доставать? Бункер Альфа. Можно и на рейде вытащить, но по факту бункер Альфа. Топливо на 14 минут. Ну ты понял, да? Как происходит это безобразие? То есть через 43 минут реального времени она перестанет, значит, крутиться. Красиво крутится? Да как бы без Б красиво, но, блин. Я тебе реально говорю, это просто трата бензина. По идее, когда ты приходишь на рейд, и у тебя угроза, такой череп, да? Ты заряжаешь ее бензом, выходишь из игры, и она тебя защищает. Ну это так по идее. А по факту это вообще просто трата бензина. Реально. Э, тюрель, как я понял, третий левел это максимально, а мне казалось 5 уровней. Но она, видишь, какая крутая, да? Ну и, соответственно, да, у нее есть угол обзора, парам-пам-пам. Ну-ка, давайте переместим. Вот это размещается на каменном полу. Ну она крутая, да? О чем речь? Класс, да? Слушай, выглядит, конечно, она фантастически. Я вообще как бы не спорю. Если ты часто смотришь мои видео, то, думаю, ты заметил, да, у меня такая небольшая перестановка в доме. Я потихонечку готовлю, значит, к модификации дома. Отлично! Вот она красавица, да? Слушай, ну классно, выглядит, конечно, классно. Это у нас третий грейд. Позволяет собрать турель для защиты от непрошенных гостей. Что у нас тут? Резинки, болтики, пружинки, детали турели и железные пластины. Вот это лутается, короче, везде-везде. Ты их уже встречал. В общем, даже об этом говорить не будем. Пластины это крафт. Это крафт из железа. Вот это ерунда, соответственно, лутается. Тебе надо уничтожать турели. А вот он и верстак. Железо закидываем и получаются пластины. Железо, соответственно, плавится вот в таких печушках. Вот оно у меня как раз плавится. За запчастями турели сейчас мы с тобой съездим. Лучшее место, где ты их можешь найти, это не рейды какие-то, да? А банальное бункер альфа. Да. Создаем. Соответственно, создается тюрелька первого левела, да? Заходим в режим крафта и вот она. А что это такое вообще у меня? А это всякие декоры, да? Всякая шняга. И да, он желтый. Хозяин, не держи меня рядом с этими вещами, блин. Рядом с этой мебелью. Желтый тише, тише желтый. Смотри, что уделили внимания. Разместить на каменном полу. Да, снеговик, он, 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 это желтый, это желтый, блинчики. Если ты не знал, ты всегда можешь посмотреть историю желтого в плейлисте Last Day on the Earth на канале. Вот такая заготовочка. Апгрейд, как ты понял, идет дешевле, чем сама заготовка. Что здесь сложного? Для новичка, может быть, и есть какие-то сложности. Для развитого игрока нет сложности. Миниган. Частенько меня спрашивают, где взять этот гребаный миниган. Друзья, миниган у нас падает в локации бункер Альфа за красные талоны. Его можно накрутить за крышки на заправке. За какие крышки? Вот за такие крышки, да? И в бункере Альфа. О, смотри, сколько миниганов, да? Соответственно, тебе не надо целый миниган, да? Ты берешь разваленный, если все-таки решил скрафтить турельку. Чик. Пройдемся по всем ресурсам. Опять же, гребаные болты, пружины, запчасти турели. Уничтожаем турели в бункере Альфа. На четвертом этаже этих турелей немерено. Опять же, железные пластины. Вот эти гаечные ключи могу порекомендовать тебе. Все тот же бункер Альфа. Резинки, провода. Это вот шняга, да? Ресурсы. Смотри, резинки, провода, вот это фигня. Пружинки, болты. Алюминиевые шоколадки, они как бы на втором месте, да? И ключи на втором месте. Шоколадки могут лутаться тебе, а можно их и плавить. Опять же, бункер Альфа. Вот, один из самых сложных ресурсов. Тепловой датчик. Где выбивается? Все в том же бункере Альфа. В общем, смотри, твоя турель. О, смотри, ничего добавили, да? Поставили мы пулемет и, видишь, прорисовка поменялась. В общем, смотри, вот эта твоя турель, она находится, в принципе, целиком и полностью, вся в бункере Альфа. Если она тебе так сильно нужна. Давай соберем ее. Вот они, посмотри, тепловые датчики. Их также можно вытащить на рейде. Я не буду вообще про рейды говорить. Я скажу лишь одно. На рейде ты можешь вытащить абсолютно все. Ну, почти, кроме совсем новых ресурсов. Рейды это такой рандом, блин, вообще. То есть, там как вопрет, да? Опачки. У меня двух гаечных ключей не хватает. Представляешь? Ну и отлично. Значит, там, где я тебе и говорил, мы их пойдем сейчас и добудем. Где это? В бункере Альфа, конечно же. Последний штрих. Болтики. Сколько максимум можно поставить на базе турелей? Если я не ошибаюсь, 4. 4 турели можно всего поставить. Ну и прогрейдить на максималочку, да? Запомни, зафиксируй весь этот рецепт. Все достается в бункере Альфа. Давай мы будем возвращаться все-таки вот к этому рецептику, да? Гаечные ключи. Где их можно еще брать, кроме бункера Альфа? Вот здесь, на старой ферме. Вот я тебе просто профитные моменты показываю. Старая ферма и бункер Альфа. И третий момент. Сравнительно недавно добавилась эта локация. Порт стоки. То есть, в канализации тоже хорошо будут они идти. Пружинки, да? Если тебе недостаточно бункера Альфа, вот здесь, в полицейском участке, хорошо идут пружинки. Ну а сейчас поехали на заправку. Я покажу тебе, что на ней есть пулемет. Достаточно часто его выбиваешь. Как быстро вот эти крышки копятся. Слушай, я долго их копил. Если не через донат, они достаточно долго копятся. За что? Со всяких топ ящиков в игре они падают. Вот он. Супер автомат. Да, вот этот весь лут, который ты здесь видишь. Смотри, сюда ложить нельзя. То есть, это все было выбито за крышки. Да, электроника, тактики, сишек. Пулеметы я все вытащил. Правила здесь простые. Когда тебе выпадает джекпот, у тебя есть шанс вытащить какую-то награду. Самое ценное это трансмиссия вездехода. Почему? Ну потому. А вот он и джекпот. Оп. Видишь? Миниган. В общем, самое ценное это все-таки трансмиссия вездехода. Но по факту здесь есть миниган. Здесь есть тактик. Как часто, как много я выбивал миниганов. Блин, достаточно, слушай. Стальная платья. Ну, сейчас фигня какая-нибудь выпадет. Ха-ха, грязь. Эээ, блин. Ха-ха, да, вот так вот. Слушай, я уже вытащил очень много миниганов. Реально. Именно отсюда. Ну и из бункера Альфа. Где еще? Я сейчас просто не вспомню. Я показываю тебе в этом видео самые профитные моменты. На рейде, конечно, можно миниган вытащить, да? Трансмиссия вездехода. Тактический рюкзак. АК и электроника. Че бы мне не дали, это круто. Короче, блин. Автомат АК. Короче, да, это такая, да, прикольная лотерейка. Так, забираем наш с тобой миниган и Акашку. Поехали отсюда. Ну, ты понял. Крышки, которые у меня были, они мне как бы на счет записались. Сразу автоматом. И вон они лежат, да, 2000. Что сказать про бункер Альфа? Блин. Всегда был и будет. Просто лучшие локации. Топ локации в игре. Реально. Помогает развиваться абсолютно всем. Фармишь бункер Альфа, у тебя все будет офигенно. Не фармишь, все будет фигово. Вот здесь, по фактику, да, тебе дадут миниган. Когда у тебя появится собака, верный друг. Один раз ты вытащишь его. Один раз. Разрушенный конвой. Ивент рядом с бункером Альфа появляется. Временный, да. В нем тоже будет миниган. По факту, это оружие очень-очень хорошее и профитное против слепого охотника. Здесь же в бункере Альфа на хард режиме. Давай я тебе покажу сейчас. Вот здесь ресурсы, да. Это все из бункера Альфа вытащены ресурсы. Ищем то, что нам надо. Ключи гайчатые. Готово, блин. Это все Альфа. Вот это для твоей турели алюминиевой шоколадки. А вот они напрямую достаются, да. Провода. Оп, еще ключики. А вот еще алюминий. А вот они те самые пружины, да. А вот они те самые запчасти турелей. Болты. Железные пластины, да. Превращаем вот это в железные пластины. Если тебе не выпал ключ, там где они падают, тебе дадут молоток. Ну посмотри, да. Это грязь, грязь. И здесь у нас тепловые датчики. Те самые, да. Опять же, запчасти турели, пружины. Это все из бункера Альфа. Резинки. Провода. Ну как бы да, что тут еще говорить. Бункер Альфа, он крут. Когда ты сносишь турель, тебе уже там будут давать и резинки, и не резинки, и всякую шнягу. Очень важный такой момент, да, на котором ты можешь споткнуться. Это гаечные ключи. Вот здесь стопроцентный гаечный ключ или молоток. Такой ящик есть на каждом этаже бункера Альфа. Чик. Ну как бы не повезло, да, дали молоток. Вот такой ящик есть на каждом этаже. Пойдем пройдемся по всем. Начнем со второго. Вот эта комната. Вот видишь, яростный гигант вот в этой черной комнате, да. М16 без модификации. Глок. Короче, блин, изи, изи. Можно, конечно, и в ближнем бою, но придется тогда тратить лечение и броню. Не выпало. Болты, резинки, как я тебе и говорил. С нее может выпасть даже с этой. Тепловой датчик, но это самый редкий лут. И, соответственно, запчасти турели. Мужчина, вам привет. Вот оно. Вот этого пацана можно и без огнестрела сносить. Как? Войнам из-за угла. Ну, если ты новичок, то только начал играть, ты можешь хоть копьем, блин, весь бункер Альфа зачистить. Далеко мы не дотянемся. Подводим. Еще далеко. Главное, успевай прятаться и будь с полной жизнью, да. Ну, а мало ли, вдруг всекет. Вот тот самый ящик. В нем либо гаечный ключ, либо молоток. Всегда. Показываю три ящика. Да ты что, прикалываешься, что ли? Опять водючий молоток. Слышишь, да, так бывает. Все, уходим. Нас больше ничего не интересует. Здесь много чего еще хорошего, да. На четвертом этаже наибольшее количество турелей. Но пойдем для начала пройдемся все-таки по гаечному ключу. Оп, хорошо. Смотри, вот этот турель, вот здесь стоишь. Если дотягивается какое-то оружие, стреляй, она тебя не видит. По факту, это пистолет, который не дотягивается до турели. Просто мы стоим с тобой очень близко. И она почему-то в эту сторону не стреляет. Серьезно. Я тебе сейчас продемонстрирую. То есть, дальности этого оружия не хватает снести эту турель. Запомни эту фишку. Это такой баг, не баг. Как хочешь его называй. Ну вот, берем оружие, которое дотягивается. И наш кольт питон. Стоять, давай полечимся, а то снесет нафиг. Вот, видишь, дотягиваюсь. Кольт питон не дотягивается. Подходим. То есть, как только в прицеле будет таргет, тогда дотягиваюсь. Ну, ты понял, да? И она меня стреляет. Запомни. Вот сюда просто к бочкам подходим. Вот так в упор. И готовы. И дотягиваемся тем, чем не могли дотянуться. Чик. Ха-ха, грязь. Блин, я тебе честно скажу. Ты можешь 10 турелей обычных снести, и тебе не дадут тепловой датчик. Ну, это прям вот, понимаешь, вот, дуракам везет, да? Вот поэтому мне и фартануло. Это просто фарт, реально. Не, это очень... Она, короче говоря, непростая. Ты ее выбьешь достаточно легко, если будешь пытаться выбить. Но, блин, нет, она не так падает, как я тебе показываю в видео. Прям смотри, чудо. Это упало, то упало, конечно. Рандом. Ну, как-то можно было войны из-за угла, парам-пам-пам. Но можно и вот так. Здесь аккуратно можно, никого не трогая. Запомни этот ящик. Это он. Либо молоток, либо гаечный ключ. Тут как фартанет. Фу, ну, наконец-то, ребят. А то я уж забоялся, что ты скажешь дизинф, дизинф. Ну и все, погнали отсюда. По факту весь бункер Альфа надо чистить. Тут в каждом ящике что-нибудь, что тебе пригодится, чтобы собрать эту гребаную турель. Это очень профитное место. Повторюсь. Нужна турель бункер Альфа. Единственное, давай мы еще зайдем с тобой на четвертый этаж. Я покажу тебе, где реально хорошо выбивают тепловые датчики и детали. На четвертом этаже есть другие турели. Не такие, как эти все. На этом этаже, соответственно, самое большое количество турелей. Здесь минимум три простые и три тяжелые. Вот она, первая турель. Мы не будем бомбить с тобой весь этаж. Ну-ка. Да ладно. Вообще эти детали не проблема, да? То есть, когда ты будешь играть, пусть не сразу, ты набьешь все эти детали как нифиг делать, серьезно. Ну вот мы и дошли. Тяжелая турель. Таких здесь три штуки. Ну, в целом, что могу тебе сказать? Давай, вот. Целая АК, видишь, да? Причем, посмотри, какой АК. О, вообще, фантастический. Топ-сборка. Пошла жара. Никуда не торопимся. Сносим потихонечку. Пять за один выстрел. Вот так, девяносто. Хух. Девятнадцать урона. Вау. А вот это неплохо. То есть, ты понял, да? Бронебойность первого уровня. Короче, он хорош против бронебойных врагов, типа того. Вот с нее шанс самый нормальный выбивать тепловые датчики и запчасти турели. Да уж. Не фантастика. Ну, давай, давай снесем еще одну. Блин, дотягивается. Я в шоке. Ну, как бы, имей в виду, да? Оружие Генезис, если попадет тебе в руки. Есть такой режим в лаборатории. Хард. Как и в бункере Альфа, да? Там все оружие по единице отнимает. Короче, по-хорошему, вот эти стволы надо все нести туда. Не вперлый тепловой датчик, вперлый с обычной турели. И хорошо. Я показал тебе, что с обычной турели его тоже можно выбивать. Ну, а вот они, те самые алюминии, да? Короче, бункер Альфа, ответ на твои турели. Поехали домой. Соберем ее уже. Наконец-таки. Ну, вот мы и на месте. Оп. Тюрелька уже не работает. Бензин закончился. Ха-ха, грязь. Я тебе говорю, это вообще дичь. Если ты соберешься их делать, как бы. Вуаля. Завершаем. И сразу упало. Встало и упало, да? Ну, потому что, потому. Максимального левла 35 урона. 20 урона. Это первое. Нажимаем улучшить. Что здесь? Здесь все то же самое. Ты видишь, да? Отличие, значит, здесь только микросхемка еще добавилась, да? И стальные пластины. Что такое стальные пластины? Это сталь. Опять же, бункер Альфа. Не шучу. В бункере Альфа ты будешь лутать вот такие вот батареечки. Вот сюда их будем вот так закидывать. И вот она получается медь. Медь это сталь. Сталь это медь. В улучшенной плавильне. Вот он стальной слиток. Опять же, алюминиевые слитки, железо, медь, уголь. Потом это несем там, где делаем пластины. Здесь делаем стальные пластины и стали. Вот и все. Синяя микросхема достается. Где она у нас достается? Слушай, ну вообще это не проблема. Если ты поиграешь, то не будет проблемой. Она у нас развал. Опять же, электроника. Станок переработки. И прям целиком в стоках. Локация в порту стоки, канализация. Там она должна быть. Конечно, у меня спустя время накопилось. То есть это не показатель, что о, ничего себе, где ты их набираешь пачками. Не, я их пачками не набираю. Они просто спустя время накопились. И готово. И вот он, третий грейд опять повторно. Уже три тепловых датчика, да? Микросхемки. Пе-пе-пе, пе-пе-пе. И в итоге получается вот такая бандура. Ну-ка давай зарядим их бензином. Ну как бы хорошо, да? Чем отличается? Когда ты апгрейдишь ее, она более такая бронированная, да, получается. Обзор у них у всех одинаковый. Видишь, да? Сбоку такие две ерунды. А тут как бы просто защитка. А первая без защитки. Последний штрих. Где взять синие дискетки? Все здесь же. Оп. Хорошо, да? Мобильные телефоны, микросхема. Оп. Ну как бы вот достаточно, да? Флешки, мобильные телефоны. Вроде еще из чего-то достаются эти микросхемы. Но, говорю, они не будут у тебя проблемой. Тепловые датчики будут самым сложным моментом. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе будет полезен этот гайдик. Тебе понравился этот ролик. Если понравилось, конечно, оцени лайком. Подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Играем не только Last Day, но и другие классные выживалки. Ждем. Ждем новых обнов. Собираем турели. Готовимся к обороне. Удачи тебе. Пока-пока.